Десятки удивленных глаз внимательно следят за действиями спасателей. В автомобиле между сидениями зажат Дед Мороз и не может выбраться. Праздник под угрозой, в ход идет гидравлическое оборудование. Великолепную подготовку спасатели показали гостям на дне открытых дверей, которые организовали на своей базе в парке культуры ко дню спасателя. Надо спасать Снегурочку! Отряд приходит на помощь! По легенде, внучка Деда Мороза пользовалась феном, а тот загорелся. Пожарные 300-й части врываются в задымленное помещение. Спасибо! Приключения на этом не заканчиваются. Мешок с подарками чудесным образом оказался на дереве. На этот случай у спасателей есть автовышка. А вот бытовая ситуация. За запертой дверью горит новогодняя елка. При помощи пожарного инструмента сильные руки отжимают дверь. Возгорание ликвидировано. Какой Новый год без ферверка, все нам номеровать купить и запустить. И получается, что у нас в связи с этим образуется возгорание, либо какие-то внештатные ситуации, то, что может быть. И мы оказываем помощь. И у нас получается... И снова призыв о помощи. Под лед провалился мужчина. Из такой же западни на Клязьме спасатели вытаскивали потерпевшего в начале зимы. Наши спасатели заняли первое место по области. И наша единая диспетчерская служба тоже впервые заняла первое место. Давайте поаплодируем. Они здесь у нас представители присутствуют. Звонков в день поступает более тысячи. Напряженная работа. На прием звонка уходит 90 секунд. Сейчас время будет сокращено до 75 секунд. В отряде несут службу нештатный сотрудник корги Маруся. Для ее друзей спасатели организовали праздничный корги-забег. Полосу препятствий. Конкурс новогодних костюмов для собак. Только что мы прошли полосу препятствий. Даже вот такие маленькие собачки способны на многое. Его зовут Френт. Ему позавчера был годик. Я вообще мечтала о овчарке, а потом я нашла в инстаграме у Марусеньку и теперь мое чудо со мной. Мы приехали из Москвы, из Бутова. Все эмоционально, здорово, масштабно. Здорово, что такие мероприятия организуются. Это познавательно и взрослым, и детям более старшего возраста. На день открытых дверей спасатели пригласили своих подопечных, которым преподнесли новогодние подарки. Нормальная, хорошая, дружеская атмосфера. Мы ее поддержим каждый день. И поэтому мы будем продолжать это делать. Наш глава Андрей Алексеевич Булгаков поддерживает это мероприятие. Мы же работаем в системе четкой власти. Не остались без подарков и сотрудники аварийно-спасательного отряда. Эти знаки внимания – благодарность щелковцев, в судьбе которых принимали участие спасатели. Михаил Налетов, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.